Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение 2-го послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 2-я глава. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания как бы нами послова, будто уже наступает день Христов. Итак, важно, что апостол Павел здесь говорит о возможности или даже о наличии, о существовании неких подложных писем или сведений, которые исходят как бы из него самого. Ну, эта ситуация, опять же, нам всем хорошо знакома. Очень часто мы встречаем, особенно, знаете, в интернете, в WhatsApp, появляются какие-то сообщения, которые подписаны какими-то авторитетными духовными именами, которые кому-то приписываются, кто-то за ними стоит. Но потом на поверх оказывается, что это фальсификация, что это ложь или, как сейчас говорят, фейк. Вот такие фейки, они существовали не только в наше время интернета, они существовали, оказывается, еще во времена апостола Павла. Кто-то, прикрываясь его именем, тоже распространял какие-то ложные слухи, недостоверные сведения. И апостол Павел вынужден был вносить здесь ясность, тоже объяснять тем, кто с этими сведениями сталкивался, что, собственно, он имел в виду. А мы с вами говорим о том, что, конечно, вот это ожидание второго пришествия Христа, оно вносило некоторые проблемы в жизнь в церкви, проблемы, которые связаны, во-первых, были с тем, что вот-вот должен Христос прийти в жизнь, и это меняло как мировоззрение людей, так и практику их жизни. Вот о мировоззрении как раз апостол Павел говорит здесь, во второй главе, а в третьей главе он скажет о практической составляющей общины жизни. Итак, кто-то утверждал, будто уже наступает день Христов. Ну, собственно говоря, мы об этом и говорили, ничего нового мы, опять же, здесь с вами не встречаем, потому что на протяжении истории церкви и наше время здесь не являются исключением кто-то, может быть, ссылаясь на какие-то авторитеты, на каких-то старцев, на кого-то ни было еще, на какие-то книги и послания, говорят, что действительно наступает день Христов, он уже не за горами, вот-вот и Господь уже придет. И вот ответом на такого рода спекуляции и являются слова апостола Павла, написанные за две тысячелетия до нас. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да корень не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Ну, это довольно известные тексты, и здесь апостол Павел говорит об Антихристе. Сам он этого слова не использует, его можно встретить в первом и втором послании апостола Иоанна Богослова, а здесь Антихриста называют человеком греха и сыном погибели, который противится Богу. Притом противится Богу, и самое главное – это его гордыня, гордыня, которая его поставит выше Бога или всего, что связано с Богом, так что он сам будет выдавать себя за Бога. Ну, и, конечно, не случайно уже христианская традиция в конце первого тысячелетия называют этого человека антихристом. Антихрист – это как бы не против даже, это как бы, это некая имитация, то есть человек, который действительно выдает себя за Бога. И не только выдает, он будет действительно имитировать Бога, о чем апостол Павел говорит дальше, но сначала он хочет напомнить фессалоникийцам о том, что об этом уже была речь, что эти сведения, они не являются для них совершенно новыми. «Не помните ли вы, что я еще находились у вас?» – говорил вам это. Ну, человеческая забывчивость, она очень часто связана с тем, что люди что-то слышали, да, но, может быть, это было им не понято, не воспринято, не услышано должным образом. И поэтому, действительно, мы это в посланиях встречаем, что апостол говорит, «Я как бы напоминаю вам, я повторяю вам то, что говорил вам ранее, то, что вам уже было известно, но, к сожалению, оказалось с вами не воспринято». «И вы знаете, что не допускает открыться ему свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего». Ну, а здесь мы с вами прочитали одно, действительно, из самых таинственных и малопонятных, по крайней мере, для объяснения текстов Нового Завета, которое всегда приковывало внимание толкователей и порождало самые разнообразные объяснения. Но, знаете, самое лучшее объяснение, которое я встретил, оно было дано Блаженному Августине в своей замечательной книжке «О Градиум Божиим» в 19 главе он признается. «Знаешь ли, брат, не знаю, о ком здесь говорит апостол, о чем он здесь говорит, предваряя это некоторыми рассуждениями?» Действительно, мы понимаем, и об этом говорит Блаженный Августин, что сами фессалоникийцы, которые являлись получателями этого послания, они обладали некоторой информацией тем, что им ранее сказал апостол. Но мы с вами, конечно, не знаем, о чем шла речь. Конечно, эти сведения не были сами сконструированы, сформулированы апостолами, он, конечно, опирался здесь на какое-то откровение, которое он получил о конечных судьбах этого мира. И поскольку мы этой предварительной информации с вами не знаем, не знал ее Блаженный Августин, то, конечно, здесь все теряется в области догадок. С чем они связаны? Апостол Павел говорит о том, что что-то не допускает ему открыться. Здесь в среднем роде стоит то, что предотвращает откровение этой тайны беззакония, а потом он говорит уже в единственном числе о том, что до тех пор будет взят от среды удерживающий, тогда откроется беззаконник. То есть удерживающий – это некая личность, которая и мешает тому, чтобы антихрист возымел силу. И вот это соотношение некой общности, которая возглавляется некой личностью, которые препятствуют происшествию антихристу, они в истории церкви получили разные толкования. Но наиболее известно, что речь идет о империи, прежде всего, римской империи, и о том, кто ее возглавляет, об императоре. Потому что римская империя действительно являлась гарантией мира и безопасности тогдашнего мира, мира и Средиземноморья. Можно говорить о христианской проповеди и о том, кто является ее лидером, о том, кто в первую очередь распространяет весь о Христе в тогдашнем мире. Это апостол Павел. Мы уже говорили с вами о том, что действительно апостол Павел, он как бы спешил говорить о Суде Божьем. Он нес эту весть для того, чтобы в преддверии возможного наступающего сюда как можно больше людей спасти, чтобы они получили оправдание Божие. И, конечно, существуют и какие-то, и, возможно, какие-то другие предположения, но для нас является самым главным это то, что какие бы на этот счет не строились предположения, что все равно, конечно, все это находится в неком замысле Божьем. И даже если эта тайна беззакония, она будет развертываться, даже если беззаконник, он возымеет успех, тем не менее, его конец предрешен. Господь Иисус убьет его духом, устроит и истребит явлением пришествия своего. То есть конец зла, он неизбежен и предопределен. И нет такой силы, которая могла бы противостоять Богу. Чем бы этот беззаконник не прельщал, об этом апостол Павел скажет здесь дальше, какую бы он не возымел силу, и как бы он не претендовал на божественные полномочия и прерогативы, все равно Христос его победит. И тогда возникает вопрос, для чего же Бог попускает это явление? Вообще, зачем оно нужно? Есть ли в нем какая-то необходимость? Насколько оно отражает замысел Божий? Конечно, в полноте смыслов это бы потребовало пространный анализ последней книги Нового Завета, Апокалипсиса, с теми ответами, которые он предоставляет. Мы же с вами ограничиваемся лишь тем, краткой информацией, которую нам дает апостол Павел. Апостол Павел говорит, что это пришествие, оно будет по действию сатаны, 9 стих, со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, погибающим за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Другими словами, это будет некая пародия, некая имитация пришествия Христа. Притом, если приход Христа, его проповедь наносили локальный характер, то, очевидно, пришествие беззаконника будет, если не всеобщим, то уж, по крайней мере, затронет и обольстит гораздо большее количество людей. И в этом смысле этот беззаконник, антихрист, он является неким антиподом, он противостоит той деятельности, которой, собственно говоря, занимались апостолы. Ведь апостолы тоже, как мы прекрасно понимаем, они, неся весь Христову, совершали множество чудес, и эти чудеса тоже привлекали людей к ним, не в последнюю очередь, играли в их обращении такую значимую и важную роль. И в какой-то момент, в некое противодействие, в противостояние, в противоречие, антихрист тоже начнет свою деятельность. И апостол говорит, из-за сия пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не верующие истины, но возлюбившие неправду. Итак, по сути своей, в преддверии суда Божьего, исход этого суда, он уже будет предрешен, потому что к моменту пришествия Христа люди совершенно четко разделятся на два лагеря. Те, кто приняли апостольскую веру, те, кто ей поверили, вошли в церковь, и те, кто не согласились с ней, те, кто ее отвергли, те, кто обольстились словами антихриста. Притом мы видим, что моменты убеждения в обоих лагерях они примерно одни и те же, да, то есть, действительно, мы говорим о том, что и апостолы, и апостол Павел, он совершал множество чудес, и антихрист, да, он будет каким-то образом поражать воображение людей, будет пытаться на них таким образом воздействовать, и, конечно, вот эта какая-то убедительность сатанинская, она тоже не пройдет мимо, и вот как бы тем самым, на самом-то деле, дело не в антихристе, да, а дело в людях, какой выбор они сделают, в какой лагерь перейдут, с чем они согласятся, и, конечно, цель этого пришествия, пришествия антихриста, не в только том, чтобы произошло это разделение, это поляризация человечества, апостол продолжает, мы же все должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благоествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, опять благодарность, которую мы встречаем в этом послании, благодарность апостола Павла за своих адресатов, которых он называет возлюбленных Господом, и напоминает, что их избрание, оно было предопределено от начала, тем самым то, о чем он говорил о Раде, тоже отражает некое предопределение Божие, некую божественную тайну, и эта тайна в случае избрания осуществилась через освящение Духа, веру и истине, тем самым это знание истины, оно спасет верующих во Христа от действия заблуждения. И, конечно, цель его, цель благоествования, это достижение славы Господа нашего Иисуса Христа, то есть славы, в которой Христос уже пребывает, и той славы, которую он предназначил всем своим последователям. Итак, действительно, вспомним, что апостол Павел говорит об этом пришествии антихриста, человека беззакония, вот, и сына погибели, не случайно, он говорит о том, что люди уже, кто-то из членов Ранной Церкви, считали, что второе пришествие Христос состоялось, почему и как, и чем они мотивировали, это утверждение мы с вами не знаем, это, может быть, трудно объяснить, но в то же время апостол Павел говорит о том, что вот преддверие пришествия Христа должна произойти эта активизация зла, да, мир должен разделиться на два полюса, те, кто поверил Христу, или те, кто принял антихриста, и, конечно, эта поляризация, с одной стороны, она уже, как бы, ведет в этот мир, в эту реальность, будущее суд Божий, и его окончание, его итог, но, с другой стороны, оно должно и показать, как бы, всю пагубность зла, да, оно действительно каким-то образом явит зло таким, каким оно, может быть, никогда не было до этого, и в этом предопределит суд над ним. И апостол Павел продолжает, он говорит, «Итак, братья, стойте, держитесь предания, которым вы научены и словом, или посланием нашим». Важнейший текст, важнейший, потому что здесь апостол Павел говорит о предании, мы же с вами говорили о том, что он обращается к тому, что рассказывал о ранее фессалоникийцам, и вот это обращение, свою проповедь, он именует преданием, предание, которое играет важнейшую, во-врогом, ключевую роль в жизни Христовой Церкви. И это предание, оно может быть как устным, научением, словом, письменным, посланием, вот, и действительно, тем самым предание уже здесь, практически на первой стадии формирования Писания Нового Завета, оно вводится в жизнь Церкви, и верность этому преданию, или, как говорит апостол Павел, стояние в нем, оно объявляется важнейшим условием спасения. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую по благодати, да утешит ваши сердца, да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Ну, опять же, мы говорили, что весь апостол Павел как бы продолжает эту тему, то, о чем мы уже говорили, что Бог, который нас возлюбил, и давший нам надежду на вечность, утешит ваши сердца и утвердит вас в слове и деле благом. То есть, Бог активен, Он не безучастен к нашему спасению, не безразличен к Нему. И действительно, наверное, это является как бы средоточием нашей веры, потому что вот то, о чем говорилось апостол Павел, утешение сердца, утверждение во всяком благом деле и словом, конечно, это то, что мы прежде всего ждем от Бога, что мы хотим от Него получить, с чем мы, собственно, связываем нашу молитву, наше обращение к Нему. и молитва наша это как раз просьба о том, чтобы Бог совершил то, что мы, может быть, не можем, чтобы Он не оставил нас без своей поддержки, чтобы Он вырастил то, что Сам насадил. И тем самым апостол Павел как раз подчеркивает именно ответственность Бога за то дело спасения, которое Он совершает и за саму деятельность самого апостола Павла. Да, апостол Павел он делает все, что он может, он пишет послания одно за другим, он, конечно, понимает, что он отвечает за Фессалоникийскую церковь перед Богом, и в то же время Бог совершает свое дело, он в конечном итоге организовал эту церковь, он дал веру тем, кто в нее вошел, и он продолжает нести свою ответственность за спасение и рост тамошних христиан. Христиан. Продолжение следует...